Всем привет, добро пожаловать на канал, тема сегодняшнего видео гейнер. А именно мы разберем сегодня тему гейнер без лактозы и собственно как его сделать самому, если вы не можете найти. Гейнер без лактозы на рынке спортивного питания это очень большой такой единорог. В принципе мало кто делает такие позиции, а даже если делает, то не всегда это как бы срабатывает. В основном это обычный гейнер, просто с добавлением фермента лактаза. Чисто теоретически она должна сыграть для усвоения лактозы, но это не всегда так. Было бы круче, если бы это допустим как у маслмидс компании был гейнер, он сделан на основе говяжьего белка, то есть углеводы плюс говяжий белок. Там стопроцентная гарантия была того, что не будет проблем у человека с процессом пищеварения, потому что там лактозы не было, потому что другой источник был. Поэтому если у вас есть такая проблема, вы просто берете, пробуете как вариант гейнер без лактозы допустим с пометкой, даже если там молочные источники есть, но добавляют фермент и есть пометка, что лактоза фри или же он как-то обработан. Но все же следы могут оставаться, тут надо как бы пробовать, если не сработало такой вариант, то есть стопроцентный вариант. Просто берете углевод, вот допустим порошковый углевод, в таком порошковом углеводе никогда лактозы не будет, потому что там белка нет, собственно это углеводы. И собственно к нему мы будем добавлять без лактозный протеин, все банально просто. Без лактозный допустим например ризовое сиро или же в идеале там говяжий белок или какой-то растительный какой захотите, яичный, тут все на ваше усмотрение. В данном случае для примера у нас стоит гороховый и сывороточный, но без лактозы. А там уже на ваше усмотрение. Оптимальный я как бы взял бы наверное говяжий, это будет самый вариант, потому что в говяжьем белке будет еще и креатин, на массу то что нужно. В чем плюс такой комбинации, в том что вы сможете варьировать в зависимости от тренировки, от дневного рациона, гейнер. Например берете один к одному или же два углевода, две ложки углевода, одну ложку столовой протеина, то есть у вас уже разные соотношения получаются. Больше углевода, меньше белка или же 50 на 50, а тут все будет именно уже индивидуально, то есть вы сможете варьировать. Потому что если вы взяли например тот же маслумикс гейнер, то там уже есть стандартная смесь и вы можете максимум что сделать, больше или меньше смеси самой насыпать. А влиять как-то на состав вы особо тоже не можете. А в данном случае вы как бы распоряжаетесь составом как захотите. Плюс вы можете в эту смесь еще добавлять, отдельно приобретать аминокислоты различные, там ВЦАшку, креатин еще больше досыпать. То есть все на ваше усмотрение. Главный момент на что хотел бы обратить ваше внимание. Вот например у нас здесь углеводы со вкусом персика стоят, а протеин гороховый без вкуса. Ну например здесь будет говядина без вкуса. То вот такая комбинация будет отличная. Бескусовой протеин и со вкусом углевод. Или же было бы наоборот безвкусовой углевод и со вкусом протеин. Отличная комбинация, а на вкус ничего не будет влиять. Будет один вкус у той смеси, которая будет со вкусом. А вот в таком случае белый шоколад и персик, например, вы берете вот такой углевод и вот такой протеин. Со вкусом белого шоколада и со вкусом персика углеводы. Ну как бы такой себе вариант честно говоря, потому что скорее всего он будет мерзким. Я не пробовал лично, но белый шоколад там с клубникой, с малиной больше сочетается, с персиком. Ну мне кажется не зайдет скорее всего. Но надо пробовать. Поэтому этот момент конечно же обязательно учтите, чтобы вам как бы это было приятно пить. Соответственно готовить такие коктейли нужно будет на воде или же безлактозном молоке. Тут на ваше усмотрение. Но лучше такой продукт будет усваиваться для ЖКТ. Это вода однозначно. Не соки, а вода. Так же как вариант вы можете больше таких в домашних условиях что-то выдумать. Например взяли говяжий протеин, пьете его там до после тренировки, вечером с утра, когда-то захотите, если у вас есть момент с лактозой. Большая банка говяжьего протеина со вкусом. И если вам нужен гейнер в какой-то прием в течение дня, то вы просто туда добавляете пару ложек овсянки, овсяных хлопьев. Взбили это все в блендере, вот вам гейнер получился. Белково-углеводная смесь, там если захотите бананчик, мед, арахисовое масло, все что захотите, на ваше усмотрение. Не обязательно приобретать вот такие углеводы. Просто это как вариант для удобства вашего. Но такой гейнер будет обязательно безлактозный. Какой бы вы ни сделали, то ли в домашних условиях, то ли в таком уже пакетированной форме углеводы. Этот гейнер будет безлактозным, потому что изначально у вас белок будет безлактозным. Кто имеет такую проблему, напишите отзыв свой в комментариях, как вы уходите из данного положения. Ваш отзыв очень многим будет полезен. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...